харе кришна всем кто смотрит этот канал кто сюда сегодня попал случайно сегодня будет очень хорошее видео это видео сегодня будет одно из базовых когда я снимаю базовые видео я всегда говорю что это видео базовое его надо хорошо посмотреть самое главное понять о чем говорится и самое главное запомнить и обязательно подписаться на канал так вот сегодня видео базовое видео касается диагностика аккумуляторных батарей но для начала надо вернуться еще к одному базовому видео а именно к тому видео где была красивая баба с сиськами именно это видео было про расчет эдс по формуле то есть по теоретической формуле и кто смотрел то видео где красивая баба с сиськами тот знает что напряжение на клеммах аккумулятора и также в каждой отдельной банке напрямую зависит от плотности электролита а значит по напряжение на клеммах аккумулятора по магической формуле легко можно определить какая плотность электролита должна у вас быть в аккумуляторе в исправном аккумуляторе а если аккумулятор уже неисправен и частенько мне в комментариях пишут а я вот по той формуле посчитал и у меня ничего не получилось померил напряжение на клеммах померил плотность электролита посчитал по формуле ничего не выходит что это значит так вот сегодня видео про то что это значит а именно расхождение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и расчетной плотности электролита и является этим признаком по которому будем диагностировать аккумуляторную батарею вот сегодня это будет базовое видео очень полезно и его надо запомнить обязательно поставить мне комментарий внизу и нажать лайк потому что я очень жадный до лайков что нам надо будет для того чтобы провести эту диагностику для начала нам надо будет вольтметр или тестер тестер очень хорошо подходит потому что все приборы которые используются при диагностике должны иметь определенную погрешность тестер такую погрешность прекрасно вписывается второе что нам надо иметь ориометр которыми будем мерять плотность когда-то в одном видео я спрашивал зачем вам нужен ориометр зачем вы им пользуетесь если степень заряда аккумуляторной батареи можно определить по напряжению на клеммах аккумуляторной батареи а вот в этом случае без ориометра никуда потому что ориометр и то есть диагностический инструмент но тут надо уточнить один момент тот ориометр который будем использовать при этой диагностике должен иметь точность до двух килограмм на метр кубичный если ориометр имеет низкую точность то соответственно диагностика ваша не удастся в частности этот ориометр универсальный который показывает и плотность электролита и температуру замерзания охлаждающей жидкости и температуру омывайки в этом деле нам не подходит потому что сделал его шашлыгин и компания и на этом ориометре нет указанного класса точности ариометр должен быть с определенным классом точности так что если на вашем ориометре нету класса точности а такой универсальный ориометр и не будет иметь класса точности то вы его именно для этого действия для диагностики не используете потому что он имеет очень большое расхождение в общем надо иметь лабораторный ориометр они такое вот фуфло или надо пользоваться рефрактометром который я уже показывал видео как определить плотность электролита у айчем аккумуляторной батареи вот рефрактометром пользоваться лучше всего потому что по рефрактометру можно задать отклонение по температуре и поскольку прозвучало слово температура то сразу надо внести еще одну ясность будем мерять плотность электролита а плотность электролита как известно зависит от температуры и все наши измерения будут приведены к температуре плюс 25 градусов так что если вы проводите диагностические замеры согласно этого видео при температуре которые отличаются от 25 градусов то надо вводить поправку на температуру электролита потому что когда температура низкая электролит загущается плотность становится выше когда температура высокая электролит разжижается плотность становится низкая а нам надо знать точную плотность электролита потому что будем рассчитывать по теоретической формуле и ошибаться тут нельзя зависимость плотности электролита от температуры берем или по таблице или запоминаем простое правило на каждые 15 градусов изменения температуры плотность электролита меняется на 001 грамм на сантиметр кубичный исходная температура опять же повторюсь 25 градусов все считается от 25 градусов еще одно отступление перед тем как делать замеры согласно этого видео аккумулятор должен быть занесен в помещение за сутки до того как вы будете проводить измерения зачем это делать для того чтобы аккумулятор прогрелся до той температуры которая существует в комнате ну скажем так эталоны это 25 градусов или около того если температура не соответствует 25 градусов значит берете поправку на температуру потому что если вы с холода занесете аккумулятор в теплое помещение электролит начнет оттаивать то есть аккумулятор начнет прогреваться понемножку запустится химическая реакция которая идет внутри аккумуляторной батареи аккумулятор потихонечку оттаивает и там начинает бежать химическая реакция которая даст вам отклонение от тех параметров которые нужно замерить более менее точно и будет у вас результат неправильный ну и соответственно после того как батарея или заряжалась или разряжалась должно пройти тоже не менее суток чтобы она отстоялась потому что если аккумуляторная батарея заряжалась недавно то она еще не успела сбросить свое поверхностное напряжение если она разряжалась то соответственно опять же химическая реакция еще не остановилась для того чтобы я становилась химическая реакция в аккумуляторной батареи нужно как минимум 8 часов а у некоторых аккумуляторов и восемь часов бывает мало так что лучше чтобы он постоял сутки при том эти замеры можно делать как на полностью заряженной аккумуляторной батареи так и на частично разряжены то есть если аккумуляторной батареи разряжена до 80 процентов ну лучше конечно все это проверять на полностью заряженной аккумуляторной батареи не просто заряженной а еще которая отстоялась делаем первый шаг берем тестер включаем меряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи померили имеем какое-то значение если есть необходимость померить напряжение в каждой банке отдельно или какой-то конкретной банке то соответственно берете щупы макаете в электролит и видите на вольтметре напряжение каждой банке отдельно это все я в видео показывал как делать видео то можно посмотреть чтобы знать о чем я сейчас говорю ну кто подписан на мой канал давно его смотрит тот прекрасно понял о чем я говорю самая простая диагностика аккумуляторной батареи тут надо опять сделать отступление и напомнить что напряжение на клеммах аккумуляторной батареи абсолютно не зависит от размеров аккумуляторной батареи и не зависит от размеров и формы электродов напряжение на клеммах аккумуляторной батареи зависит исключительно только от физических и химических свойств электродов то есть пластина аккумуляторной батареи и только от плотности электролита две вещи химические и физические свойства электродов и плотность электролита больше ни от чего не зависит напряжение на клеммах аккумуляторной батареи и именно отклонение этих физических и химических свойств электродов мы этим методом и диагностируем также надо заметить что эдс аккумуляторной батареи то есть напряжение на клеммах аккумуляторной батареи очень мало зависит от температуры электролита то есть она очень мало зависит от того нагрета аккумуляторной батарея или охлажденной аккумуляторной батареи потому что при изменении температуры электролита на 1 градус эдс то есть напряжение на клемм аккумуляторной батареи меняется на тысячные вольта то есть при изменении температуры электролита вольтаж на клеммах меняется но настолько незначительно что на это можно не обращать внимание то есть уяснили что по напряжение на клеммах аккумуляторной батареи то есть по эдс аккумуляторной батареи можно ориентировочно определить состояние самой аккумуляторной батареи и также четко надо уяснить что напряжение на клеммах аккумуляторной батареи то есть эдс батареи зависит исключительно от плотности электролита и так как плотность электролита мы можем померить простым ориометром в этом нет никакой проблемы то химические и физические свойства электродов то есть пластин аккумуляторной батареи мы диагностируем именно вот этим вот методом и так первый шаг мы сделали замерили ЭДС аккумуляторной батареи то есть напряжение на клеммах аккумуляторной батареи теперь опять вернусь к тому видео где красивая баба с сиськами а видео то называлось видео про ЭДС аккумуляторной батареи и напомню что напряжение на клеммах аккумуляторной батареи в силу того что аккумуляторная батарея имеет очень маленькое внутреннее сопротивление как правило равняется ЭДС аккумуляторной батареи у исправной аккумуляторной батареи это у исправной аккумуляторной батареи и вот та формула с константой 0.84 по которой будем определять ЭДС аккумуляторной батареи она справедлива для электролита плотностью от 1,05 до 1,3 грамма на сантиметра кубичных если у вас электролит имеет плотность меньше чем 1,05 или больше чем 1,3 эта формула может не работать поэтому переходим ко второму шагу и меряем плотность электролита каждой банки и после этого мы имеем два показателя напряжение на клеммах аккумуляторной батареи и плотность в банках аккумуляторной батареи напомню что плотность в каждой банке аккумуляторной батареи не должна отличаться больше чем на 001 грамм на сантиметр кубичный ну допустим у нас все хорошо плотность у нас равномерная по банкам напряжение мы знаем плотность знаем начинаем теперь считать